Время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Тело человека содержит примерно 245 разных костей, на которые опираются мягкие ткани. К костям прикрепляется большая часть мышц. Суставы же служат для подвижного сочленения костей. И очень часто болезни костей и суставов проявляются в результате травм или внутренних заболеваний организма. Особенно сегодня, когда ритм жизни достаточно высок. Ну, что же это за болезни и как их грамотно лечить? Узнаем у наших экспертов. Сегодня у нас в студии такой тройственный союз. Скажем так, Василий Третьяков, врач-травматолог-ортопед, заведующий хозрасчетным отделением. Здравствуйте! Добрый день! И заведующий травмпунктом Алексей Маркин. Здравствуйте! У нас в студии сегодня Валерия Акимова, врач-реабилитолог стационара сложного и атипичного протезирования Самарского протезно-ортопедического предприятия. Добрый день! Есть ли сезонность в Вашей работе, Алексей? Когда наибольший, скажем так, наплыв пациентов? Определенной сезонности нет. Травма, как механизм ее получения, происходит круглогодично и не связана с погодой абсолютно. То есть люди подворачивают ноги, падают, режутся, случайно, не случайно, всякое бывает, и обращаются к нам. То есть не зря травматологические пункты, в том числе и наши, работают круглосуточно и оказывают помощь непосредственно и днем, и ночью. Ну а так, чтобы мы, обыватели, могли представить, пациенты, посетители есть всегда, каждый день. Просто не бывает таких дней, чтобы не случилась какая-то травма, и кто-то не обратился к Вам за помощью. Такого не бывает. Хотелось бы, конечно, но такого не бывает. То есть каждый день люди обращаются с той или иной проблемой. Ну а все-таки какие травмы лидируют? Есть, конечно, предрасположенность по временам года, то, что Вы имели в виду, с сезонностью. То есть зимой это больше связано именно с гололедом, связано с посещением населения различных спортивных мероприятий, в том плане, что это лыжи, катки, горные лыжи. Конечно, там травматизм возрастает. Летом преобладают больше, конечно же, такие травмы, как повреждения мягких тканей колюще-режущими предметами. То есть всякие там мотыги, грабли. А, вот так вот все-таки садовые работы рассказываются. Да, это все, что касается всяких фермерских угодий. Часто ли Вы, как врачи, думаете о том, что, боже мой, ну как вообще вот можно было умудриться и получить такую травму? Травматизм – это такая вещь, от которой избежать невозможно, как посовец русской гостей. Да, если бы знал, да, только хотел прийти. Никто не застал, по-моему. Поэтому, нет, это трудно сказать. Но факторы, которые непосредственно влияют на чистоту и риск развития травмы у человека, они, конечно, существуют. Но проявятся они у этого конкретного человека или нет, это трудно сказать. Алексей, наверное, сценарий, особенно вот падений, ушибов, вывихов, переломов, он примерно одинаковый. Упал, очнулся, боль. Что делать в первый момент? Ведь я так понимаю, что своими действиями, вот давайте сейчас мы, наверное, говорим о тех людях, которые сами получили травму, мы своими действиями, наверное, неправильными можем только усугубить течение дальнейшее. Можем, можем. Но опять же, здесь надо расценивать с позиции, вот если, не дай бог, я упаду, я буду знать, что у меня, где и как, да? А трудно человеку объяснить, потому что нет таких одинаковых ситуаций. В одном случае человек упал, ему надо это сделать, а в другом случае там он упал, ему надо другое сделать. То есть ему то абсолютно противопоказано. Ну, как правило, это всегда иммобилизация делается, прикладывается холод. Но есть какие-то алгоритмы, ну, я не знаю, может быть, нельзя сразу вскакивать, если ты повредил ногу, там, руку или... Ну, в любом случае избежать, скажем так, нагрузку на больную конечность, это, естественно, в первую очередь. Стараться ее каким-либо способом зафиксировать, то есть это наложить либо шины какие-то, либо повязки в виде эластичного бинтования. Вот, ну и, естественно, обратиться за специализированной помощью уже. Не ждать, не сидеть, что там вдруг пройдет, там, как... Многие люди обращаются, приходят неделю спустя, две недели спустя. Спрашиваешь, а что раньше не судьба была прийти? Ну, я думал, пройдет. Ну, вот, кстати, ведь некоторые травмы бывают, думаешь, ну, ушиб, ну, там, ну, пройдет. Ну, наверное, не стоит вот с каждым синяком все-таки обижать? С каждым синяком не стоит, но синяк синяку рознь. Ну, вот, бывает синяк, на который не надо внимания обращать, а бывает синяк, который, ну, необходимо просто показаться специалисту. Вот, и здесь то же самое. Как бы еще это распознать? Я всегда пациентам в этом случае говорю как. Вы лучше придите сразу, обратитесь, чтобы у вас вопросов не было больше никаких. Вам сразу расскажут на начальных этапах грамотно, как себя вести в дальнейшем, как полечиться. Во-первых, это и быстрее пройдет все. Реабилитация будет, так скажем, менее сложная, да, когда с самых первых дней идет квалифицированное лечение, а не вот народными бабушкиными средствами. Поэтому... Бабушкины не признаете? Категорически. Ведь дело в том, что и каждый человек должен знать, как ему надо поступать. Если вы получили травму, то первое дело, я считаю, что, во-первых, не надо впадать в панику, надо четко оценить ситуацию. Сложно, когда особенно сильная боль. Ну, вы понимаете, ведь дело заключается в том, что... Это заключается в том, что насколько вы сами готовы. Ведь о чем говорит мой коллега? Сложные и тяжелые травмы, которые вызывают сильнейший болевой синдром, шок или еще что-то, они в общей массе травм занимают не так... Такое значительное место, понимаете, и процент. Чаще всего к различным достаточно серьезным неприятностям у наших пациентов приводят, как правило, обычные банальные травмы. Человек шел по улице, подвернул ногу, сел, сломал лодыжку. Вместо того, чтобы сесть и посмотреть, оценить свое состояние, он вскочил, упал опять, подвернул и сломал еще две косточки. И получил вместо перелома одной лодыжки, трех лодыжных перелом и с вывихом стопы. Есть такие ситуации? Конечно. Понимаете? И он все это говорил, что он делал все, потому что было больно, еще все прочее. Просто это не было знания, что нужно это сделать, что нужно оказать помощь, что нужно сделать иммобилизацию. То есть вот эти знания, общие знания, которые должны быть, если не знаю, распространены среди всего населения, как раньше называлось, это санитарная подготовка людей, как правильно оказать помощь, чтобы человеку не навредить. И самое главное предотвратить те состояния, которые угрожают непосредственно его жизни в момент травмы. А таких состояний, вот мой коллега тоже скажет, их не так часто встречается. Не так часто. Почему все это сделать, оказать, вызвать специалистов, вызвать скорую помощь и транспортировать человека в больницу? Здесь еще такой момент, что зачастую, когда люди сидят и ждут времени, да, когда, как говорится, само пройдет, они все равно предпринимают какие-то попытки лечить себя. И эти попытки лечения, так называемого самолечения, иногда противоречат в корне от того, что вот, допустим, я бы посоветовал, да, а перелечивать гораздо сложнее, нежели вот сразу назначить правильное лечение, логично. Это, я думаю, везде, и строительство тоже самое. И поэтому лучше не ждать, а лучше обратиться, да, пускай даже там не с какой-то там глобальной проблемой, а там, ну, упал, подвернул ногу, там, банальное растяжение связок, но сразу там своевременно начатое лечение сократит всю реабилитацию и быстрее восстановится. Хорошо, Алексей, вот все-таки попал человек к вам, вы поставили диагноз, и, наверное, дальше, ну, разные варианты события могут, развития событий. То есть, либо это лечение какое-то амбулаторное, либо стационарное, либо, может быть, это даже еще и оперативное лечение. В зависимости от диагноза. А вообще из вашей практики, каков процент направления на оперативное лечение пациента? Так, в среднем. Тяжело сказать это в процентах, тяжело сказать даже по, количеству по какому-то, раз на раз не приходится. Ну, вот вы сразу определяете, что пациенту показано оперативное лечение, либо сначала нужно его как-то попытаться лечить по-другому? Я сразу определяю, на моем этапе я сразу определяю, нуждается ли пациент в стационарном лечении. Это самая главная задача, которая стоит передо мной. То есть, либо это пациент амбулаторного звена, либо это пациент стационарного звена. Вот. Если я определяю, значит, что это пациент стационарного звена, мы его госпитализируем в больницу, и уже непосредственно об решении оперировать пациента или не оперировать, уже решают врачи стационара, конечно, уже оперирующие хирурги. И эти пациенты все еще не ваши пациенты, да, Валерия Владимировна? Мы еще до вас не дошли, да? Вы только готовитесь восстанавливать. Да. Хорошо. Василий Борисович, тогда все-таки теперь уже думаю, что вам пора активно включиться в наш разговор, да? Вот мне известно, что то отделение, в котором вы работаете, оно очень современное, очень хорошо оснащенное, и вы используете, ну, не знаю, насколько последние, но достаточно современные методики, правильно? Скажите, пожалуйста, вот какие варианты лечения суставов и связок на сегодняшний день, потому что, ну, это очень большая проблема, знаю, для многих. Вот что вы можете предложить? Ну, что я бы хотел сказать вам, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, я вам хотел, хотелось бы что отметить, что наряду с изменением ритма жизни, образа жизни, сейчас пострадавшие, в том числе и наше население страны, оно стремится жить сегодняшним днем. Никто не хочет долго ходить на костылях, никто не хочет пользоваться с тяжелыми гипсовыми повязками, как было еще буквально два десятка лет назад, лежать в больнице по несколько недель от того месяца на скелетном вытяжении. Поэтому, конечно, значительное место в лечении повреждений костей и суставов на сегодняшний день занимает хирургическая методика лечения, то есть операция. Операция, что подразумевает под собой? Она позволяет сократить сроки стационарного лечения, быстро позволяет человека активизировать, поднять на ноги и как бы адаптировать его социальный статус, вернуть в том числе к активности. Поэтому многие пациенты и доктора делают свой выбор при получении сложных травм травм в сторону оперативного метода лечения. То есть все-таки есть альтернатива? Можно долго и упорно? Иногда, не во всех ситуациях, я понимаю. Не во всех ситуациях, да. В некоторых случаях есть абсолютные показания к операции, когда кроме операции ничего не может исправить ту ситуацию, которая сложилась в результате травмы. Но в большинстве случаев всегда у пациента есть альтернатива. Или долго сложно лечиться, ждать, пока все это сойдет, пока вправит перелом, пока удержит, пока проверит, пока повязка, пока срастется. Или же пойти на операцию, когда будет определенный риск, но это будет сделано операцией, в цель будет устранена проблема, которая возникла в результате травмы, и человек сможет быстро вернуться в строй. Насколько он будет здоров, это уже второй вопрос. Потому что выздоровление, все равно общие выздоровления и сроки, они будут в итоге равны. Что при том методе лечения, что при этом. Но насколько человек будет комфортно чувствовать себя, насколько он будет возвращен к активной жизни и чувствовать себя полноценным человеком, конечно, эта хирургическая операция совершенно другая дается. Но в то же время применение хирургических методик накладывает определенный отпечаток и требования к современной ортопедии и травматологии. То есть внедрение современных металлов, других материалов для проведения операций, современных технологий, в том числе эндоскопических. Они сейчас позволили внедрить современные методики эндоскопической операции через разрезы прокола на суставах. Не только на суставах, но и на мягких тканях. И выполнять в том числе малоинвазивные операции. То есть операции через маленькие разрезы, небольшие разрезы прокола, когда устанавливаются фиксаторы, и все это делается. Вот эти все методики мы используем в работе своего отделения, которые, в принципе, ориентированы именно на выполнение ортопедии на крупных суставах и малоинвазивных операций. Современные методики операции на суставах, крупных и мелких, позволяют, в принципе, выполнять все виды операций, которые необходимы для того, чтобы суставы были восстановлены, восстановлены поврежденные структуры, устранена вся проблема возникшей в результате травмы, и человек мог в итоге вернуться к нормальной, полноценной жизни, и в том числе физическим и спортивным нагрузкам. Потому что именно эндоскопические, артероскопические операции, они были изобретены, придуманы и внедрены в практику именно для людей активного спортивного образа жизни, потому что открытые операции на суставах, они не давали возможности получать те результаты, на которые рассчитывают люди, особенно профессионально занимающиеся спортом. Но в то же время мы должны отметить большую зависимость этих операций от технологичности и преемственности процесса. Выполнив эту операцию, мы уже не можем пациента просто взять и отправить домой, ну, проще говоря, на улицу. Мы вот после этой операции должны обязательно передать грамотному подготовленному врачу, реабилитологу, который должен завершить будет процесс лечения и восстановления. Соответственно, в этом вопросе тоже большую роль играют сроки, когда эта операция выполняется. Чем раньше пациент поступил к нам с повреждением суставов, с повреждением связок, с повреждением менисков или хряща, чем раньше ему поставлен диагноз, тем меньше у него произошло изменений в суставе, вторичных в том числе, развитие артроза и все прочее, тем нам проще выполнить операцию и добиться более благоприятного результата. К сожалению, когда люди приходят, и пациенты приходят к нам со своими проблемами суставов через 5, 10, 15 лет после получения травмы, когда ему уже стало просто невозможно ходить на роль, то даже эта современная операция уже мало что-то может сделать. И нередко мы должны вынуждены этим пациентам говорить, что вы пришли к нам поздно уже, и теперь не наша артероскопия может вам помочь или реабилитация, а вам надо обращаться уже к другим травматологам, ортопедов, специалистам и заниматься уже заменой суставов, эндопротезирование выполнять. Сложные операции по замене сустава на искусственные. Если бы, как мы им говорим, вы пришли 5-10 лет назад, у вас была бы совершенно другая картина и история. Ну хорошо, а скажите, пожалуйста, все-таки, вот я сказала, что по слухам у вас очень хорошее современное оборудование. Ну а какие требования предъявляются к именно техническому обеспечению для проведения артероскопической операции? Вот на сегодняшний момент мы, когда говорим про артероскопию, то артероскопия в переводе на русский язык, это значит, артро – это сустав, скопия – это смотреть. Смотрю – сустав. И складывается такая ситуация нередко, что в принципе артероскопическими технологиями владеют многие больницы. Почему? Потому что у них есть артероскопические стойки, которые позволяют ортопеду, травматологу заглянуть в сустав и посмотреть. Но кроме того, что посмотреть, у человека-специалиста-ортопеда должен быть очень большой, богатый набор инструментов, специальных инструментов для операции именно артероскопических на суставах. И именно наличие этого… То есть стойки недостаточно. Конечно. Только наличие специального инструментария в полном объеме, в полных комплектах, для каждой операции на связке, вот вы говорите, связка находится, существует много видов операций по реконструкции связок, операции на плечевом суставе. И для каждой операции требуются специальные, достаточно часто дорогостоящие комплекты инструментов, только наличие которых позволит грамотно выполнить операцию. И поэтому при использовании таких сложных технологических операций, проведении операций, к сожалению, уже встает и даже вопрос, и выходит на первый план. Потому что мы всегда говорили, что у хирурга должны быть руки от Бога. Ему нужен скальпель, игла и нитка. Если у него есть руки, он сделает все. Понимаете, своими руками, если ему, так сказать, дал Бог руки хорошие и голые. То у нас, у ортопедов, особенно у эндоскопического профиля, какие бы руки вам не дал Господь Бог, если он вам в эти руки не вложил качественный, хороший инструмент, вы ничего хорошего сделать не можете. Как вы эту операцию не называете? В этом вся проблема большая, конечно. Валерия Владимировна, хочу, чтобы вы уже тоже включились в наш разговор о проведении именно эндоскопических операций. Вот вы наблюдаете пациентов? Конечно. Они быстрее восстанавливаются после таких операций? Они восстанавливаются быстрее, да. Все это очень связано со сроками восстановления. После таких операций значительно быстрее. Самое главное, чтобы они попали и в наши руки после операции. Тоже прямо вот практически с операционного стола можно попадать сразу. А от чего это зависит? Почему не все попадают? Я так понимаю, что у вас союз, который я назвала тройственным, он эффективно работает? Вопрос заключается в том, что врачи-реабилитологи решают очень большие задачи. Но вопрос заключается в том, что не все пациенты не всегда понимают роль и значение реабилитации. Необходимость. Многие считают как. Операцию сделал, все. Вот я пришел, мне сделали шикарную операцию. Операцию. И зачем мне эта реабилитация нужна? Понимаете? Мы часто примеряем на себя чужую одежду. Понимаете? И нередко мы в ней выглядим смешно. Понимаете? Вот я недавно беседовал с одним уважаемым человеком в Самаре, с пациентом, который решил решить свою проблему коленного сустава в одной из ведущих клиник в Германии. Когда он туда обратился, ему сказали условия. Вы должны приехать к нам на операцию. После операции вы должны остаться у нас на две недели на реабилитацию. А потом в течение полугода еще два раза прилететь в Германию и пройти два курса реабилитации. Он сказал, я подумал и сказал, а можно я вам за все за это заплачу деньги, но приезжать я к вам на реабилитацию не буду. Ему сказали, нам ваши деньги не нужны. Нам не нужны плохие результаты лечений, которые будут дискредитировать нашу клинику. Понимаете? А у нас же здесь это воспринимается вполне нормально. Это уже наш менталитет, в том числе и пациент. Мне сделали операцию, какая реабилитация? Я вложился в эту операцию. Я столько всего сделал. Еще я что-то на что-то должен делать. Понимаете? Есть все-таки ответственные, это хотя бы, допустим, есть. Конечно, они приходят, и мы с ними работаем, и останавливаем. Я понимаю, что, наверное, в зависимости от операции, в зависимости от травмы, срок определяется. Срок определяется, и комплекс мероприятий определяется в зависимости от травмы, в зависимости от объема и сроков оперативного вмешательства. Вот это все учитывается, конечно. Ну, а так, чтобы вот, не знаю, ну, схематично как-то представить. Вот так правил Василий Борисович к вам пациентам, прооперированного. Да. Он что должен? Он должен, там, полгода, год ходить, делать какие-то упражнения. Нет, зачем? Что из себя представляет? Ну, в течение месяца, может быть, так, грубо говоря. Кто-то меньше, кто-то, может быть, больше. Бывает, растягивается на два срока лечения, два курса лечения назначается. Вариантов масса, в зависимости от того, какая клиническая картина у данного пациента. Ну, а насколько большой спектр различных манипуляций вы применяете? Индивидуально. Каждый. И вот подбирается программа каждому индивидуально. Нету вот так, чтобы все вот они у нас идут одинаково. Если у него перелом, то они все с переломами идут у нас именно вот по такой схеме. Смотрится обязательно. Степень консолидации у всех тоже разная. У кого-то есть присутствует остеопороз, плохо срастаются кости. У кого-то, наоборот, он хорошо срастается. То есть у них уже разные программы пойдут. Так же, как и оперативное лечение повреждений суставных тканей. Объем операции разный бывает. Мениск или связка, или там две связки. Уже опять пошли разные программы. Затем учитывается обязательно наличие тугоподвижности в суставе. Вот объем движения в суставе после операции. У кого-то он нормальный объем движения. У кого-то все. Либо не сгибается, либо не разгибается, либо ни туда, ни сюда. Это опять разные программы идут. Вот это все учитывается. Да, возраст даже банально. А учитывается наличие сопутствующих заболеваний, учитывается возраст, учитывается вообще активность самого пациента. Кто-то более активный, кто-то более такой рыхлый, недвижимый. Вот его надо тоже немножко как-то по-другому. Вот даже среди моих знакомых есть люди, которые, например, после разрыва связок, через какое-то время делятся друг с другом опытом, что это все легко и просто. Нужно просто идти в спортзал и нагружать тренировками. Что вы скажете по этому поводу? Может быть, не обязательно у вас реабилитироваться? Совершенно не обязательно. Пусть реабилитируется, где вот им душа захватит. Но неправильно вот это вот, что идти в спортзал и грубо вот нагружать, и все будет у тебя нормально. Есть вопрос один простой, спокойный. Я опять возвернусь к вопросу менталитета и понимания того, что происходит. Понимаете? Ведь дело заключается в том, что, примерив и использовав высокую технологию, мы должны ее довести до конца. Вот неспособность нас выполнять в полном объеме технологические процессы приводит к тому, что мы не можем воспроизвести тот результат, в большинстве случаев, который получают наши соседи. Почему? Потому что мы не выполняем технологию. Есть определенные законы, в том числе и биологические законы, которые определяют сроки выздоровления и реабилитации пациента. Возьмем одну из самых больших сложных операций на коленном суставе по реконструкции передней крестообразной связки. Для того, чтобы связка вросла, окрепла, переродилась и стала такой же, как та поврежденная, которая была, в принципе, мы делаем эту операцию, мы делаем трансплантацию. Мы берем живую ткань с одного места, превращаем ее в мертвую, пересаживаем в колено, прикрепляем теми или иными способами и ждем, когда она перестроится, заместится, заживет и станет опять живой. На это уходит, уже доказано во всем мире, 9-12 месяцев. То есть, в принципе, только через 9-12 месяцев эта связка будет нормальной, полноценной, мощной. Но она никогда не будет такой же связкой, с которой человек родился. Мы не сможем повторить. Понимаете? Она позволит человеку полноценно заниматься спортом, быть нормальным физически и все прочее. Но у нее будут определенные дефекты и изъяны. Но для того, чтобы она правильно, хорошо созрела, нужно время, нужен режим, нужен график реабилитации, который предусматривает, о чем моя коллега говорил, занятия лечебной физкультурой, занятия механотерапией аппаратной, физиолечения, массаж, мануальной терапии. И все для каждого человека. Все в вашей арсене. Да, это индивидуально, и на каждом этапе все это выбирается отдельно. И с другой стороны, я вам хочу привести простой пример. Понимаете, я всегда всем пациентам говорю, которые оперируются, давайте мы с вами заключим контракт, как мы с вами будем общаться. Мы вам делаем операцию или мы занимаемся вашим лечением? Если мы вам делаем операцию, то мы вам выполняем операцию в строгом соответствии со стандартами, качеством. Мы вам сделали операцию, после этого вы встали и ушли. И куда вы дальше пойдете? В спортзал пойдете купаться, нырять, кувыркаться. Это ваша проблема. Или же мы будем заниматься вашим лечением для того, чтобы вас восстановить и вернуть в строй. То есть практически приходится с пациентами заниматься год и больше, так сказать, пока он полностью не восстановится, нельзя, если человек это понимает. Почему это происходит? Это происходит ведь не только у нас. В Германии работает известный доктор Пфайфер, с которым я встречался еще в 98-м году, и мы задавали ему вопрос на одной из конференций. Как же так, доктор, мы делаем связки, наши больные не могут бегать, а после ваших операций больные, вот в советский спорт открываем, а футболист через 8-12 недель уже бегает по полю и пинает мяч? И? Он, знаете, он долго рассказывал историю про чудесный климат Тюринги, про волшебные руки немецких докторов и все прочее. Но когда с ним говорили и все прочее, он потом махнул рукой и сказал, вы знаете, коллеги, есть люди, которые понимают то, что им делают, есть люди, которые не понимают, что им делают. Если я начну его переубеждать и говорить то, что он не хочет от меня слышать, он может от меня уйти и пойти к другому доктору, который ему сделает эту операцию. Ну, значит, я потеряю не только пациента, я потеряю и деньги. Если он хочет бегать через 4 недели, пусть бегает, хочет бегать через 12 недель, пусть бегает. Связка у него неполноценная и все прочее. Но я по закону выполнил, я сделал ему операцию. Если он порвет эту связку в результате нарушения режима и все прочее, это будут его проблемы. Он вернется ко мне опять. Но это будет повторная операция. Эта операция будет стоить значительно дороже. Я надеюсь, что на второй или на третьей операции пациент начнет понимать, что нужно выполнять режим. Но вот вы видите, самое важное звено у вас, как выяснилось из нашей цепочки. Ну и последнее. Часто ли приходится говорить человеку, что нет, невозможно восстановить данную проблему? Если он приходит вовремя после операции, то в принципе восстановление идет совершенно нормально, до полного возвращения в строй. Даже спортсмены, которые ногами зарабатывают деньги, они идут ногами, продолжая зарабатывать деньги. Или руками зарабатывают деньги. Поврежденная рука восстанавливается, и они дальше продолжают ее также зарабатывать деньги. Ну мне кажется, вот со всех сторон мы уже объяснили, что вот в чем суть и как достичь желаемого эффекта, и что для этого нужно делать. Во-первых, огромное спасибо за консультацию, которую провели здесь. Если сейчас подводить какие-то итоги, то мне, по крайней мере, понятно, что с травмой все равно попадаешь сначала в травмпункт, к Алексею, да? Не попадаешь сразу никаким образом к Василию Борисовичу на операцию, это невозможно. Сначала нужно так пройти, может быть, это и не потребуется, но и невозможно все равно восстановиться, не попав к Валерии Владимировне и не пройти курс реабилитации. Ну, вы совершенно правильно сказали, в общем, решение все равно в руках человека. Вот что он выбирает, то и получит в конечном итоге. Еще раз спасибо успехов в работе. Быстрота обращения к врачу-травматологу, квалификации специалиста и качество оказанной первой помощи во многом определяют, насколько комфортно и быстро будет проходить восстановительный период после травмы, и пациент сможет вернуться к привычному образу жизни. Будьте здоровы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok